Дианис, Слюсару, батька трех детей. Ничего незвычайного, а вот имены учатым самое, что не есть редкие. Аполлинары, Эмилия и Елисей. В первую очередь по православным святкам. Потому что, так скажем, каждый человек в душе верит в Бога. И в любом случае, в первую очередь, хочется, чтобы у ребенка были ангелы-покровители. Если взять любое имя, то же самое, допустим, Елисей, у него имя переводится как «Спасаемый Богом». Коли свояков много, выбирать имя новонародженному довольно складано. Семья у нас большая. Мы учили, чтобы имя еще и не повторялось. Потому что, так скажем, опять же, если имена повторяются, то судьба одного родственника может по имени передаться другому. Стратегия себя оправдалась. Все лета у Могилёвы зарегистровали только два Елисеи. Что до самых популярных имен, то уже три годы у лидерах Жаночая и Мядарья. Все лета народилось 115 Даш. Среди мужчинских пальма першинство за Артемами. Их так само 115. Другое место у Ивана и Марии. Далей, Анастасия и Максим. Есть совершенно именно такие, несмотря на то, что родители, в общем-то, не иностранцы, называют детей Николь, Ванесса. У Могилёвским ЗАГСе кажут, зараз пошла мода на так званые старые имены. И что год список таких старых новых именов поширается. Если мы говорим сегодня, что рождено более 4000 детей, то, пожалуйста, если там Арсений у нас, допустим, там 10 имен, да, 10 новорожденных с именем Арсений. Если с именем Артем у нас 115 новорожденных, то представьте, какой спектр имен, когда по одному, в общем-то, имени редкому назван ребенок. Для того, что все частей батьки называют Чадо по церковным календарям. Назвали Ульяна. А почему назвали Ульяна? Ну, руководствовались, наверное, все-таки провозла в традициях выращенные, и ребенка называли. Смотрели по календарю, какие ближайшие имена, и вот решили Ульяна. Матвей. А почему именно Матвей? Ну, жена выбрала так, мне понравилось, как бы имя такое необычное. А вот Александру Александровичу и Миколаю Миколаевичу зараз не шмат, кажуть, не модно. Алина Соловьова, Юрий Ілбовніков. Новини. Регіон.